Приготовиться к повышению цен на овощи и мясо предлагают эксперты из-за засухи в Жамбелской области. Причем последствия могут коснуться сразу нескольких южных регионов страны, в том числе и Алматы. Впрочем, у чиновников прогнозы пока оптимистичные. Они уже назвали предварительную сумму ущерба от безводия в этом сезоне. Но пока объявлять ЧАЭС, которые ждут пострадавшие аграрии, не торопятся. Подробнее расскажет Виктория Савельева. Более 3,5 миллиардов тенге составил ущерб от засухи в Жамбелской области. От безводия сгорело свыше 7 тысяч гектаров различных культур. И эти цифры, говорят чиновники, еще не предел. Считать приходится до сих пор, особенно после того, как Кыргызстан объявила о подключении Казахстана от водного потока со стороны Кировского водохранилища. Комиссия работает, до сих пор работает, потому что сейчас мы еще ожидаем, что эта площадь может еще повыситься. Почему? Потому что воды не хватает, а вегетационный период у нас еще идет. Попали у нас в основном культуры это сахарная свекла, кукуруза на зерно, ну естественно насилос тоже есть, а также овощи, потом масличные культуры. Именно поэтому эксперты считают, что прошлогодняя история с баснословными ценами на лук и морковь может повториться. А еще ожидается рост стоимости мяса, картофеля и даже сахара, потому что свекла у жамбулских крестьян не удалась. И эта проблема, говорят, далеко не регионального масштаба. В основном в жамбульске очень много выращивают картофель, именно Курдайский район, лук, морковь, вот эти все окажутся под угрозой. Курдай в основном поставляет Алматинский, да, мегаполис рядом и другие регионы. Это в целом повлияет на рост стоимости именно овощных культур. И возможно это также повлияет, также для животноводства тоже вода нужна необходимая. Сена нехватка и цены на сену в этом году тоже повысились. Водный коллапс в Жамбулской области назревал уже давно. Последние несколько лет Кыргызстан, откуда идут основные потоки, понемногу сокращал поставки. Объяснялось это погодными условиями, ледниками, которые не тают, и плохой наполняемостью водохранилищ. Но в этом году регион оказался без воды почти сразу после начала поливного сезона. Аграрии паниковали, просили помощи, но сейчас уже просто ждут объявления ЧАЭС и обещанную правительством компенсацию. Власти, к слову, сейчас думают о возрождении казахстанского гидропоста за 450 миллионов тенге. Говорят прогнозы соседей о многоводье и хорошей погоде, на которых основывались казахстанские специалисты, уже не раз оказывались ложными. А министр экологии и вовсе заявила, что нашли тех, кто внутри страны виноват в нехватке воды. Например, по одному Тасуткельскому магистральному каналу, я об этом в своем докладе говорила, мы выявили более 200 незаконных насосов. То есть фактически воду на сегодняшний день, будем называть вещи своими именами, воруют. В том числе на территории Республики Казахстан. Не должны допускаться несанкционированные изъятия на территориях, которые находятся выше. Жамбылские чиновники, между тем, уже решили готовиться к следующему сезону. Они планируют заставлять крестьян согласовывать посадки и зорко следить за этим. Говорят, потому что прогнозы тоже неутешительные. А строительство своих водохранилищ пока только в перспективе.